Армения оказалась в транспортном коллапсе. Из-за селевого потока, размывшего часть военно-грузинской дороги, граждане этой страны не могут проехать в Россию. Ввиду того, что граница Армении с Турцией и Азербайджаном закрыта из-за оккупации Ереваном Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, маршрут через Верхний Ларс был единственной трассой, по которой Армения могла доставлять грузы на рынки. Сложившуюся ситуацию армянские власти назвали кризисной и решили любыми путями попасть в Россию. Так, в качестве альтернативы грузинской дороге в Армении решили выбрать Южную Осетию, причем не иначе, как транзитную страну. Армянские власти в очередной раз напомнили о своем неуважении и непризнании территориальной целостности Грузии. Армения хотела бы открыть дорогу через территорию Грузии и Южной Осетии, тем более она находится в хорошем состоянии. Между Грузией и Южной Осетией есть политические разногласия. Это осложняет нашу работу, так что вероятность осуществления программы 50 на 50. Ведутся переговоры, чтобы российские и грузинские стороны пришли к согласию. Официальный Тбилиси в свою очередь информацию о переговорах по разблокированию дороги через Южную Осетию отрицает. Между тем, по разным данным, работы по устранению последствий оползня могут затянуться от двух недель до полутора месяца. Такая перспектива официальный Ереван не устраивает. Вице-премьер Армении советует армянским бизнесменам воспользоваться воздушным и морским путем для перевозки своих грузов в Россию. Однако эксперты отмечают, что такие пути экспорта товаров обойдутся бизнесменам значительно дороже, нежели автомобильное сообщение. Учитывая же, что в экономически слабой Армении вынуждены подсчитывать каждую копейку, такой роскоши предприниматели себе позволить не могут. Жителям этой республики остается лишь набраться терпения, ждать, а заодно и подумать о том, почему Армения оказалась в таком сложном положении. Хотя, в свете последних заявлений о Южной Осетии, Ереван напрашивается на то, чтобы и вовсе полностью оказаться отрезанным от мира. Мехри Банка, Сумова, Сибиси.